Дорогие друзья, всем привет! Это новостной ролик номер 6, если я не сбился еще со счету. И я нахожусь... Где я нахожусь? Я нахожусь у математика МГУ. Он же Андрей Павликов, он же Хитман, который решает ЕГЭ на 100 баллов, да? Вот, прямо в кабинете рабочем у него нахожусь. И это будет один из коллабов, даже несколько. И, собственно, следите за выходами на канал, и на его, и на наш. И это такой нулевой пункт. Теперь у меня 7 пунктов по существу самого разного свойства. Первый пункт очень тревожный. Государственная дума Российской Федерации в конце декабря приняла в первом чтении закон о просветительстве, о регулировании просветительской деятельности. Что это означает? Это означает, что впервые в истории всех цивилизаций вообще на Земле, наверное, я не знаю других таких примеров, государство хочет регулировать передачу информации одними людьми другим людям. То есть, вот мы, грубо говоря, да, в чем состоит замах? Понятно, что там строгость российских законов всегда нивелируется их необязательностью, и это мы все понимаем. Но вы просто зацените замах, да? То есть, государство считает, что оно может, и может, имеет право, да, там, моральное право, регулировать любую передачу знаний. Ну, собственно, с этого момента можно будет констатировать абсолютную запредельную степень тоталитарности, ну, собственно говоря, этого самого государства. Ну, конечно, что мы тоталитаризма, что ли, не видели, поживем и при нем. Но надо понимать, что наша жизнь, как популяризаторов, станет значительно осложнена. То есть, в частности, нам. Во-первых, нужно будет получать лицензию каждому из нас просто на ведение такого просветительской деятельности, да, во-первых. Во-вторых, мало того, что нам нужно будет получить лицензию, конечно, как вы понимаете, Рособорнадзор, который нужно распустить, и это то, что надо с ним сделать, а он, наоборот, расширяется, расширяется, как раковая опухоль, он будет требовать материалов, по которым он будет оценивать, хороша или плоха та или иная просветительская деятельность. Дальше произойдет то же, что произошло во всех других его проявлениях Не будучи компетентным и сколько-нибудь интеллектуально грамотным Он уже оценивает не то, что ему пришлют, а тот факт прислали или нет И соответственно отбор будет, ну как бы, вот чем больше, все большее количество бумаг нужно будет поставлять И кто не будет справляться, тот и не будет отбираться То есть это будет полная профанация всей этой деятельности с удушением всей просветительской деятельности в России И это просто надо понимать, это наше будущее Остановить это совершенно нереально, мы пишем петиции, делаем все, что только можем Это неостановимо, то есть кнопка, которая управляет принятием законов Находится в тех руках, до которых нам дотянуться и задушить их невозможно Ну вот это первое такое ужасное сообщение Перейдем ко второму Второе сообщение Если вдруг среди моих подписчиков есть директора школ, которым не хватает, московских школ Которым не хватает учителя географии, замечательного молодого учителя географии По имени Елизавета Финкельберг Дочки моего друга, коллеги математика Такого гораздо более крутого, естественно, математика, чем я, работающего математика Настоящего, да? Миша Финкельберга То, соответственно, приглашайте Елизавета придет, только нужно, чтобы это было нормальное приглашение с трудовой книжкой Вот, так сказать, вот такая, ну что, человек пошел и работал учителем географии В наше время инициатива, такая вот, инициатива кого-то работать учителем, мне кажется, должна быть поддержана всячески И когда это касается, значит, моих знакомых, друзей, то я всегда готов поспособствовать этому Так что, вот, кому нужен учитель географии, приглашайте и устраивайте на работу Идем дальше У нас вышло несколько коллабораций В пятницу минувшую, только приехав из Иркутска, прилетев оттуда У нас была коллаборация вместе с Левой Пороховником, моим другом и одноклассником, и даже одногруппником по детсаду На канале у Бориса Сергеевича Бояршинова Где он, с точки зрения, он, значит, генетик, биолог, генетик Он, во-первых, рассказывал о том, что понятно и что непонятно про происхождение жизни А во-вторых, рассказывал про вакцину, там, какие-то перспективы, связанные с распространением вируса И этого, и вообще про вирусы Ну, в общем, был очень интересный разговор, на мой взгляд, которым я всех, значит, приглашаю посмотреть Здесь внизу по ссылке найдете Дальше, я дал интервью каналу в офисе, развивающемуся каналу в офисе Время от времени, когда есть возможность, так сказать, какие-то там пара часов лишних есть Я подъезжаю и помогаю разбиваться каким-то приятным, симпатичным людям Ну, вот, в частности, вот канал в офисе опубликовал интервью со мной, которое называется Распустить Рособорнадзор Ну, вот так, просто и ясно Ну, вот, понятно, что в ситуации текущего дня этот призыв является совершенно, там, запредельным оптимизмом И произведен, значит, рекомендация выполнена не будет Но, тем не менее, значит, мои соображения про образование и вообще, как бы, интервью с ним Смотрите, только я ужасно извиняюсь, дико прошу прощения Там проскативают иногда матерные слова, которые я прям не мог сдержать Потом мне бывает стыдно, и я за них раскаиваюсь Но вот когда я, как бы, идет интервью, ну, не могу удержаться и все В общем, те, кто восприимчивы к мату, не надо смотреть это интервью А тем, кому пофигу, ну, там, или кто спокойно на это реагирует, посмотрите, там много интересных мыслей Дальше вышла лекция на большой конференции FIT.FM, где я в конце декабря выступал Называется «Популяризация математики в России и русском мире» Про всю мою деятельность, обзор на, как бы, что мы делаем Часть там роликов даже приведено, но, в общем, такая, как бы, по верхам лекция про популяризаторство Тут уже без всяких неприличностей Вот, в очень хорошем качестве они сделали Всех приглашаю, вот ссылка Ну и, значит, коллап, вот прямо сейчас происходит коллап с Андреем Павликовым Который тоже со временем выйдет у него на канале и у нас на канале Дальше, четвертый пункт – это Нальчик В Нальчике происходит, значит, замечательная инициатива Которая называется «Круг математиков» Куда ездим и я, и Андрей Павликов, и Миша из Ростова Миша Бочкарев, мы ведем занятия В дальнейшем будет еще народ приглашен туда для ведения занятий И это продолжается, мы там снимаем, в том числе на видео Эти занятия снимаются и выкладываются на канале в Нальчике А также появилась у Андрея Павликова на канале «Математика МГУ» Лекция про принцип Дерехле с решением задач Которую проводил Андрей в Нальчике Так что Нальчик цветет, так сказать И пахнет, и все будет там хорошо Ну и так мы и будем, как бы, на самом деле, дальше спасаться То есть, когда Рособранадзор и Министерство образования задушат просто поголовно все У нас будут такие, как бы, кружки В них будет врываться ОМОН Всех вязать, там, шить дело о незаконном просветительстве И мы будем, ну так и будем существовать на нашей родной земле Пока вся эта, значит, погонь не сгинет куда-нибудь отсюда Не знаю куда Но пусть даже не надеются Нас они и не выселят за границу Пусть сами уезжают Вот Значит, пункт пять Выезды ближайшего времени Ну, во-первых, вот завтра А, ну завтра Завтра уже не будет Завтра Когда выйдет этот новостной ролик, скорее всего Андрей Павликов снова уже съездит в Нальчик А я поеду в Нальчик 26-го, 27-го 26-го января Полечу туда, проведу лекцию Дальше будет у меня выезд в Санкт-Петербург 4-го, 5-го февраля Военно-морскую академию Где я буду морякам рассказывать про математику Вот И там будет очень много мероприятий Но они будут все связаны с Военно-морской академией Я пытаюсь организовать еще какие-то коллабы Но пока у меня для этого только 2 часа утром 5-го февраля И еще, возможно, вечером 4-го февраля Мы постримим с этим сам, с Хованским Он прикольный Мне очень нравится Несмотря на то, что там Как-то меня спрашивают А что это там ты? Такие разные люди И вообще И репутация Да мне плевать на репутацию Отличный парень, по-моему Вот В общем, мы, значит Выйдем на очередной стрим с Хованским Юрием Хованским Так Что будет дальше? Дальше будет выезд в Майкоп Где будет День науки Я на нем буду выступать Это будет 8, 9, 10 февраля И в один из дней 8 и 9 февраля Мы там организуем стрим на наш канал На Маткульт Привет! Очень давно не стримили Уже пора постримить Там я могу рассказать Какую музыку я больше всего люблю Да? Какие песни мои любимые Тут спрашивали Какой мой рацион питания Ну не знаю В общем, все, что вас интересует Про жизнь Обыкновенную, заурядную Жизнь простого, заурядного Популяризатора математики Можете приходить и спрашивать У меня во время стрима Вот И там еще в Майкопе есть гитара Поэтому мы и поиграем тоже Так что где-то вот 8 и 9 февраля Следите Будет стрим Вот Ну дальше шестая тема Она опять Я возвращаюсь к первому вопросу Что у нас происходит с образованием Если говорить кратко Но не одним словом Которое было бы совершенно неприлично А немножко более развернуто Происходит следующее В результате нищенских зарплат И безумной бюрократической нагрузки на учителей Учителя просто вымываются из российских школ То есть если в Москве ситуация нормальная И в Питере, наверное, тоже То уже как бы в не очень больших городах Ситуация совершенно аховая И во многих школах не хватает физических учителей Предметных А на сельской местности и того хуже То есть просто предметы, не знаю Физкультурный учитель, физрук Да, может вести там математику, например Это тоже рядом происходит И будет, естественно, еще хуже Потому что Вся эта публика, которая руководит образованием Тратит огромные деньги на непонятно Не пойми какие там конференции По онлайн образованию Форум про онлайн образование Как нам перейти на онлайн образование А повышать зарплату просто учителям Обычным оффлайн учителям Никто из них не собирается То есть это прямые преступники Государственные преступники Оккупировавшие все А это Волан-де-Морт и вся его гвардия Которая полностью, так сказать Министерство магии, что называется, пала Это сегодняшняя наша ситуация Ну вот, соответственно, через несколько лет Просто не будет учителей И эти люди с радостью Они же всех этих учителей прогнали И они с радостью заявят Видите, учителей у нас не хватает Поэтому мы переходим на онлайн формат И я уже видел документ Мишу Устина Совершенно конкретный С экспериментальным переводом на онлайн формат В нескольких регионах России Просто, ну, судя по этому документу Который написан очень витиеватым языком Будет делаться все, чтобы заменять Учителей Говорящими экранами Понятно, что это конец всему Это, значит, завершение проекта образования в России Да, который начал Петр Первый Примерно Ну вот, это наша реальность Если ничего не произойдет неожиданного То это то, что нас ждет Если все-таки будут какие-то тектонические сдвиги И придут к власти люди, которые Хотят иметь дело с образованным народом То вопрос станет А что теперь делать спустя 30 лет разрушения И это вопрос, который я задаю вам Дорогие друзья Потому что я уже неоднократно говорил Что если мне предложат роль министра образования Я немедленно соглашусь и стану им Так вот, у меня есть собственная программа Но мне интересны также и идеи наших замечательных подписчиков Среди которых очень много интеллектуалов Поэтому, что называется, конкурс идей Я не знаю, что я могу обещать за самую лучшую идею Ну там, при встрече вручить книжку я всегда готов Но на самом деле давайте просто без Как бы без каких-то призов Просто ради родины нашей Давайте сделаем такой Ради нашей родины, ради будущего родины Каждый напишет Во-первых, что он наблюдает в своем регионе Что происходит, да И во-вторых, что бы он делал с образованием Если бы он решал, да То есть каждый, кто знает какую-то фактуру Ее сообщает И каждый, кто считает, что понимает, что с этим делать Тоже пишет свои предложения Мы будем их суммировать У нас есть некое теневое, так сказать, правительство В этой области Которым я руковожу, да Такая группа людей Которые являются теневым Министерством образования России Ну и вот мы собираем идеи И если вдруг какое-то чудо Великое чудо в России произойдет И мы станем настоящим министерством образования То я немедленно соберу всеобщую конференцию Самых, так сказать, достойных людей нашей родины Учителей Тренеров сборной Ну всех, да Самой широкой публики И мы, так сказать, сформулируем план Вот И примем его Ну и последнее Значит, я Прошу вас Дорогие друзья Более активно подписаться на Патреон Чем раньше И это связано с тем, что университет Пожарского Полностью Значит, на данный момент Полностью лишен финансовой поддержки Какой-либо И, значит, я перестал получать там вообще зарплату В принципе Ну, у руководителя У руководителя есть надежда, что когда-нибудь ситуация изменится к лучшему Но это совершенно не очевидно На данный момент просто Ноль стал И мне, как бы, я стою перед выбором Продолжать, как и раньше, заниматься просвещением Все выкладывать на канал Или, как бы Ну или думать вообще, что делать То есть я могу временно Я, безусловно, могу там одолжить деньги Чтобы семья не умерла с голоду Безусловно, да Но глобально Вот раньше я говорил, что Патреон Мы берем Только на производство роликов Теперь я, к сожалению К великому сожалению Должен сказать, что Я буду вынужден Часть денег с Патреоном Просто брать на семью И поэтому я Очень прошу всех Кто может включиться в Патреон Включиться Давайте докажем этому миру Что мы можем продолжать Существовать По нашей модели Тем более я отказываюсь От разных предложений Чрезвычайно выгодных Но Непатриотичных, на мой взгляд Пишет много вузов иностранных Типа Алексей Владимирович Сколько стоит реклама Чтобы мы рассказали На вашем канале Про нашу программу В таком-то городе В таком-то университете Просто за деньги Расскажите, пожалуйста Что к нам надо поступать Я всегда от этого отказываюсь Судя по тому, что происходит На других В других Ютуб-каналах Далеко не все От этого отказываются Я от этого отказывался И буду отказываться Поэтому, друзья Давайте все вместе Жить дальше Дружно И весело Подписывайтесь На Патреон Все, кто только Могут Вот такой мажорной нотой Я завершаю Этот шестой выпуск Новостей И жду всех На канале Маткуль, привет!